Звук. Звук отличный. Замечательно, спасибо. Сегодня вам представляется на обсуждение темы обучения дошкольников английскому языку. Мы рассмотрим практические приемы и компьютерные новые технологии для детей в возрасте именно 4 лет. Все примеры будем брать из пособия издательства «Титул 12 шагов по английскому языку». Авторы Милы Ратыюшина можете посмотреть в интернет-магазине на сайте издательства. Я сейчас буду говорить несколько слов об общих положениях и особенностях обучения английскому языку у детей в возрасте 4 лет. А также рассмотрим практические приемы и технологии в обучении в группе детей 4 лет и индивидуально. Хочется обратить внимание на возможность занятия индивидуально с маленькими детьми, онлайн. Мы занимаемся как репетиторы, можно заниматься с родителями. Все это сегодня я вам покажу наглядно, как это выглядит. Разбираем обучение словам, фразам на английском языке, приемам аудирования и говорения с помощью игры. Сейчас я хочу узнать, с кем мне сегодня придется вести беседу. Какие педагоги у нас здесь присутствуют? Может быть, родители, репетиторы? Есть ли у нас сегодня педагоги-дошкольники из детских садов, из центров дополнительного образования? То есть в каждой организации своя специфика работы? Может быть, есть у нас преподаватели в школе. Скажите, занимаетесь ли вы английским с первоклассниками? Может быть, с шестилетками в школе работают на подготовке. Есть родители замечательные. Замечательные учителя, которые работают репетитором также. Начальные классы. Наши с трех лет занимаются в детском саду. Замечательно, спасибо. Но среди вас, я думаю, тоже есть такие педагоги. Кто-то за, кто-то против обучения малышей иностранным языкам. Но многие сходятся во мнении, что обучение английскому языку в дошкольном возрасте может способствовать интеллектуальному росту детей и ускоряет их языковое развитие. Как вы думаете, согласны вы или не согласны? Пишите, пожалуйста, в чате. Способствует ли это интеллектуальному росту детей? Да, согласна. Может ли это формировать важные элементы социальной компетенции? Развитие общения, социализация. Облегчает ли это раннюю интеграцию в поликультурном пространстве современного мира? То есть это знакомит детей с разной культурой, традициями, обучаями для других стран, историей, достопримечательностями. Да. Это закрепляет полезное умение взаимодействия с педагогом, родителями, с верстниками. Ведь дети учатся общаться между собой вне зависимости от языка и культуры, общаться со взрослыми, с педагогами, с родителями, с моими и других детей. Да. Также тренирует универсальное познавательное действие и готовит к школьному образованию. Ну, универсальные познавательные действия это какие-то. Подойти к учителю, о чем-нибудь спросить. Не стесняться переспросить. Объяснить, рассказать что-то самому. Ответить на вопрос, задать вопрос. Тренирует. Да, я смотрю в основном многие со мной согласны. В таком случае мы делаем вывод, что с детьми младшего дошкольного возраста можно и нужно заниматься иностранным языком, в том числе английским. Вот таким образом выглядят обложки. Наконец-то уже весь материал у нас приготовлен к выпуску. Можно его купить, приобрести в интернет-магазине. Выдательство «Титул». К каждому это четыре книги. Пока только для четырех леток. Четыре части. В каждой части есть аудиодиск, где весь языковой материал проговаривается с переводом, проговаривается носителями языка. Есть здесь раскраски, пазлы для выполнения задания на внимание. Есть аудиосказка с продолжением о главных героях нашего пособия. Также очень удобно для педагогов, и особенно для родителей, у кого нет специального образования, специальной подготовки, ни педагогической, ни филологической, очень подробные методические рекомендации, чтобы вы могли самостоятельно детям заниматься. Если нет возможности отдать ребенку в какой-то гружок или центр, если в вашем детском саду еще нет группы иностранного языка для малышей. Весь тот материал, который собран в данном пособии, дальше будет продолжение для детей пяти и шести лет, у нас проходила пробация под руководством Радислава Петровича Милюрда, многие, может быть, его знают уже, очень опытный педагог, доктор педагогических наук, профессор кафедры международной профессиональной научной коммуникации Тамбовского государственного технического университета. Вместе с ним мы проводили пробацию в течение уже пяти лет, за это время обучение по нашей программе прошли примерно полторы тысячи детей в занятиях индивидуально, как с родителями, так и без, занятия в группах. Очень интересный опыт был у нас в занятиях в группах детей с ограниченными возможностями здоровья. Там были замечательные ветки, с ним было очень интересно работать, но педагог там, конечно, не справлялся, были наблюдатели, были психологи во время занятия, и медики. У нас присутствует дежурный медик обязательно. Я вам хочу здесь делать акцент на то, что материал данного пособия можно адаптировать под разные цели. Педагог, который он ставит на занятия, для разных детей, для разных возможностей, способностей, интересов ребенка или группы детей. То есть абсолютно по-разному компонуйте проведение каких-то элементов занятий, каких-то приемов. Кому-то можно этот прием дать, кого-то, наоборот, убрать. Все абсолютно индивидуально. Результаты этих лет таковы. Мы составили лексический корпус дошкольного образовательного курса английского языка для детей в возрасте от пяти до семи лет. Почему так? Потому что мы, грубо говоря, начинаем в четыре года, но мы это называем первым годом обучения иностранному языку. Кто-то начинает изучать в четыре года, кто-то в пять, кто-то, может быть, даже в три, если ребенок к этому готов, если он готов к общению. Если ребенок не боится иностранного языка, бывают и такие случаи, что ребенок слышит чусь речь, начинает, допустим, плакать. Он не замыкается, не хочет разговаривать, не хочет играть даже с мячиком, если мы говорим постоянно только на английском языке. Поэтому, если ребенок готов, можете начать раньше. Если пока это не входит к полу интересов, можно начать чуть позже. Страшно, в этом ничего нет. Посмотрите. Лексический корпус включает. Активная лексика – это для употребления детьми в своих речевых действиях. То есть они говорят по-русски, вставляют слова по-английски, они их понимают и местно их употребляют. Из них 39 слов – это для детей 4-х лет. Достаточно много. Дальше у нас есть слова для использования в образовательном курсе для детей с повышенными познавательными способностями, потребностями. Кому интересно, кто занимается активно, проявляет интерес сам. Из них это 90 слов для детей 4-х лет. Были такие случаи, да, дети занимались очень активно, постоянно спрашивали. Это индивидуальная особенность детей, да, есть очень общительные, все интересно. Вот у меня была такая девочка, они везли с родителями за границу, родители, и оставили ее со старшим братом, в кафе сами куда-то отошли буквально-то. На несколько шагов, да, что-то по каким-то своим делам. Мне рассказывали. Подошел официант, девочка 4-х лет, на английском языке, заказала всей семье обед, пока родители думали, искали в словаре, как сказать тот или иной продукт, то или другое блюдо. Девочка не постеснялась, да, она была очень активна, она знала очень много слов после года обучения. Вот, таким образом, накормила всю семью за границей, пока взрослые растерялись. Дальше у нас есть фразы для первичного ознакомления в игровых заданиях. Например, команды. Ну, все команды и задания проговаривали по-русски и по-английски. Из них для детей 4-х лет это всего лишь 5 фраз. Ну, достаточно для повседневного общения. Именно в этом возрасте. Что касается контроля, да, контроля, оценивания. Результаты, которые мы получили, мы, конечно, записывали для себя, но не давали детям никаких оценок. Хочется отметить, что в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для дошкольников, которые сейчас в тестовом выражении у нас идем, он не предусматривает этот стандарт ни итоговой, ни промежуточной аттестации. Грубо говоря, мы не ставим ни пятерки, ни двойки. Говорилось о том, что можно давать звездочки, конфетки, рисовать на выполненном листе с заданием улыбки, солнышко. Можно. Если честно, я это не очень люблю использовать, как элемент материальных каких-то поощрений, я больше люблю детей хвалить также и на русском, и на английском языке за какие-то действия, за желание играть, за участие в нашей игре. И по возможности не использую слово задание, занятие, урок. Маленьким детям это непонятно и неинтересно. Посмотрите, у нас есть раздел в конце года обучения, называемый его English with a smile, с улыбочкой. Причем здесь улыбки. Дети после выполнения каждого тестового задания раскрашивают или улыбающуюся рожицу, или грустную, чтобы самому понять, а было ли мне интересно или нет, было ли мне сложно или нет. Причем, если дети выполняют учебную задачу, сверх нее они могут с вами побеседовать на эти темы. Например, вот у нас есть первое задание теста. Посмотри и назови. Look and name. Дети смотрят на карточки, которые они ранее изучали за весь год. Изображены животные, транспорт, посуда, все что угодно там может быть. Можете составить свое из тех карточек, которые у нас, кстати, входят тоже в комплект этих учебников. Дети посмотрели, вспомнили, назвали по-английски. Могут называть просто словами, могут называть с артиклями или без. Пока для детей, я считаю, практически это не важно. Они поймут это тоже. Главное, чтобы педагог, взрослый человек, который с ним занимается, правильно, грамотно все озвучил. Назывался артиклями, полный правиль. Можно использовать целые фразы. Ребенок, если вспомнит, он их назовет, например, I see a plane. Также ребенок может сказать it's a plane. Или просто plane или a plane. То есть все варианты возможны. Не нужно настаивать на правильной грамматике ребенка. Если постоянно у ребенка не получается, мы настаиваем, повторяем это. Ребенок может отвлечься от игры. Ему станет неинтересно, он устанет. Также в других заданиях то же самое. Посмотри и опиши. You can describe. Здесь дети стараются построить самостоятельную фразу. Приемный тоже сегодня рассмотрим. Посмотри и расскажи. You can tell. Дети могут изучить свою историю. И вставить по смыслу туда английские фразы, которые мы изучали, или слова. Посмотри и выбери. You can choose. Дети могут выбрать то, что они хотят с собой взять на пикник, допустим. Не обязательно здесь вспоминать и продоваривать все слова по-английски, названные продукты. Дети могут выбрать то, что им нравится, и сказать I like. То есть для ребенка здесь тоже достаточно свободный поле бьюти. Дальше. Итак, несколько слов об общих положениях и особенностях обучения английскому языку детей в этом возрасте, в 4-х летах. Наша цель на данном этапе это непримитивное заучивание иностранных слов по картинкам, по карточкам. Наша цель гораздо шире. Главное это всестороннее развитие личности ребенка в возрасте 4-х лет. Здесь мы рассматриваем английский язык для дошкольников. Это как всего лишь одно из средств обучения. То есть средствами английского языка и средствами русского языка. Это нормально, если ребенок вспомнил название карточек, вспомнил фразы в английском языке. Если ребенок хочет вам рассказать, где он вытянутый животное, когда он катался на автобусе, понравилось ему или нет, пожалуйста, ребенок может дальше рассказывать вам все это на русском языке, обсуждать, было ли это хорошо, плохо, интересно или нет. Все это очень увлекательно для ваших. Материалы серии «Детский английский» разработаны с целью общего языкового, интеллектуального, мировоззренческого и культурного развития ребенка, а также для расширения детского кругозора средствами как родного, так и иностранного языка. Для примера вам приведут традиционные праздники, Christmas. В каждом году у нас будет по одному традиционному празднику обсуждаться. В четырех летах это Рождество. Мы здесь обсуждаем традиционные вещи, предметы для этого праздника. Например, Santa Claus, Red Stockings, Presents, Christmas Tree, все что угодно. Можем рождественскую песенку спеть, сделать поделки, засунуть все свои подарочки, поделочки в носочки, развести их как-то по классу. Это нормально. Дети в этой игре, да, они в принципе... И в русской культуре у нас немножко это уже вошло. Да, и вот насколько я знаю, детям покупала на мой вагон, хотела купить игрушку, вручечный Деда Мороза, который у нас традиционно надет голубую такую шубку, голубую шапочку с посохом. Ну, везде у нас в магазинах уже появляется Santa Claus. Очень сложно было надеть Деда Мороза, поэтому дети, в принципе, с этими знакомыми. И так уж это не чудо, я бы сказала. Они его узнают. Не знают, кто это, зачем он нужен. Все им загадывают желания во время занятий. Таким образом дети знакомятся с культурой. Есть пример на занятия, когда дети знакомятся с достопримечательностями. Например, столица Великобритании, Горганг-Корнг. Есть мы видим полисмен, a big guy boss, a big band. Мы его все-таки по старинке называем big band, хотя официальное название у него сменилось в этой достопримечательности. И этим очень интересно сравнивать, например, с Москвой, со столицей нашей родины. Там у нас есть куранты, там у нас есть полицейские, мы их называем. Да, у нас есть трамвай, например, в Москве. Это все можно обсудить как на английском, так и на русском языке. В результате освоения программы ученик будет обладать начальными ключевыми компетенциями. Есть такие термины здорово-зберегающая компетенция, личностно-социальная, учебно-познавательная. Это все очень красивые термины слова на бумаге. На самом деле будет это очень просто. Мы говорим с детьми о личном объединении, об умывании, о мытье, допустим, посуды, приучаемых к труду, что, например, нужно помогать маме, помыть чашечку за собой, например, после завтрака. Распорядок дня. Когда мы завтракаем, обедаем, ложимся спать, есть время для игры, есть время для занятий. Личностно-социальная – это о знакомстве, общении с взрослым, с ребенком, с ровесником, обращении к взрослым. Кому-то мы можем сказать деткам на «ты». Дети могут обратиться к взрослым на «бы». Это тоже они уже должны знать. В учебно-познавательной компетенции самое главное, что я считаю, это организация процессов запоминания. Как мы это делаем? Как запоминаем слова и правила? Таким образом мы это детям объясняем. Все это практически, будем смотреть. Также формируются общеучебные имения дошкольника. Какие-то общеучебные. Например, организационные. Одно из важных вещей для детей, которые начинают обучение, особенно в группе. Им сложно усидеть, нужно детей собрать. Дети занимаются за маленькими столиками. Иногда мы выходим сделать двигательные какие-то упражнения, игры. Можно впереди составить стульчики перед столами, рядами, сделать театр. Почему нет? Разные виды деятельности. Дети должны понимать, что есть план занятий. От занятия к занятию мы повторяем один и тот же алгоритм. Введение. Введение новой фразы. Потом рассказ, его обсуждаем. Потом в движении у нас есть рифмовка. Мы немножко отдыхаем, подвигаемся. Потом мы можем рисовать. У нас есть задания color and name. Красиво зовутся, что ты видишь. Do and say. Сделай и скажи. Разные действия, разные задания на бумаге. Потом мы их описываем, рассказаем. Все это организационное умение. Ребенок должен знать, что, зачем. Он привыкает к этим заданиям. Он знает, что от него хотят. Что будет дальше. Ребенок также, если у него есть уже книга, умеет ориентироваться на страницы. Искать нужную страничку. Иногда при помощи взрослого. Это не так страшно. Важно, чтобы взрослые всегда поддерживали ребенка и помогали. И не акцентировали внимание на том, что у ребенка не получается. Дальше. Что у нас есть? Информационное умение. Это выделять, например, новую информацию из уже имеющейся. Что это значит? Языковой материал у нас постоянно повторяется. Он идет сквозной темой по всему пособию. И периодически добавляются новые слова или фразы. Например, мы изучали еду, фрукты, овощи и говорили I like an apple. Мне нравится яблочко. В следующий раз мы изучаем цвета. И говорим I like green. Ребенок больше вспоминает фразу I like. И говорит его более уверенно. Слово green может сказать неуверенно. Или попросить взрослого повторить. Объяснить, привести пример. Это нормально, это новое слово. Мы еще раз его можем повторять, еще разобрать. Напомнить, что оно значит. Интеллектуальное умение. Это, например, действовать по образцу самостоятельно. У нас есть и речевые образцы, которые можно послушать на диске, которые можно видеть в комиксах, в рассказах. Есть и графические образцы. Например, в заданиях с раскрашиванием, в заданиях типа «Найди на картинке». Все это может быть. Детям к этому заданию привыкают и потом делают по образцу самостоятельно. Речевые умения. Главное здесь это осознавать смысл произносимых слов. Как это можно сделать? Либо перевести слово на русский язык, либо показать карточку, либо показать действие, либо жестом, либо мимикой. Детям маленьким непонятно, непонятен термин перевода. Переведи, пожалуйста, на русский. У меня в практике такое случается, что родители меня обвиняют в том, что уже у мужчины. Детям подсказываю, как мимикой, жестом, подсказываю первым днем, кому подсказываю слово. А родители думают, а нам, дети, эти слова не говорят, а мимикой помнят. Я тогда интересуюсь, а как вы у них спрашиваете? Они говорят, скажи, как будет по-английски кошка? Переведи мне на русский язык, например, a dog. Что такое a dog по-русски? Дети не понимают, что такое перевести, что такое сказать по-английски. Я иногда говорила, скажи по-другому. Назвал ты карточку, где кошечка, да, котенок, кошка. Верно. А как это будет по-другому? Ребенок вспоминает, что это слово можно назвать, что это животное можно назвать еще и a cat. Стараемся, то есть перевод все-таки не использовать. Подсказки даем другими всевозможными способами. Коммуникативные умения. Дети оценивают речевое поведение свое, другого учащегося. Например, правильно, правильно, хорошо, плохо, можно или нельзя там говорить или делать. Социальные умения. Дети устанавливают правильные отношения со сверстниками и взрослыми, также обращаются на приемы. Бежевое обращение. Мы разбираем также английские фразы, речевой этикет. Есть, например, самое важное, это прогностические умения, когда дети привыкают к алгоритму занятия. Они знают, какое задание будет дальше. Есть еще способ, когда у нас, допустим, есть пазл. Я уже говорила, что в книге есть сказка, аудиосказка с продолжением, о наших героях книги. Есть картинки, иллюстрации к этим сказкам. Их можно разрезать и составить пазл. И по каждому кусочку спросить, как ты думаешь, чьем-то уху, кто у нас в итоге получится здесь изображен. То есть ребенок уже развивает свое воображение, зрительное внимание и думает, кто у него получится на этой картинке. Итак, переходим непосредственно к содержательной специфике программы дошкольного образовательного курса. Английский язык для детей именно четырех лет. Еще раз скажу, что не обязательно начинать в четыре года. Это первый год обучения. Все индивидуально. Можно начать в три, можно начать в четыре, можно начать в пять. Таким образом, можно растянуть курс, чтобы программы хватило и до семи лет. Во многих школах среднеобразовательных очень много. Не занимаются правилами с детьми с первоклашками. Мы не преподаем английский язык. Но есть у нас группа шестилеток, предшкольная подготовка. Там можно использовать это пособие. Особенно те пособия, которые будут на следующие пяти и шести лет. Шестилетка, к тому же, без задания с буквами, со звуками, элементы чтения, письма. Это будет очень полезно детям в школе. В таком случае, если мы немножко растягиваем программу до семи лет, то у нас преемственность идет. Дети не забывают то, чем мы учили раньше. У нас у них нет целого года пробела, когда родители прибывают к помощи репетиторов, например, если они в детском саду у них была группа иностранного языка. В первом классе иностранного языка нет. Дальше в втором классе все заново изучать. Это очень сложно. И очень часто ко мне обращаются как к репетитору. Занимайтесь с ребенком в первом классе, чтобы он не забыл. Можно? Да, вот спрашивают. Можно начать в 8? Никогда не поздно. Живи и учись. Так, у нас есть специфические ориентиры, развивающие программы, образовательные курсы и английского языка для дошкольников. Они включают следующие коммуникативные универсии. Мы о них сейчас поговорим. Я вам приведу конкретные примеры с аудио, с видеоуроками, как это делать в группах индивидуально. Первое умение – это называть по-английски «Доступное детям количество предметов и объектов», а также явление процессов окружающего мира. То есть все, что есть вокруг нас, мы можем назвать по-английски. Если вы не педагог, не имеете специального образования, специальной подготовки, например, вы родитель, да? Папа, мама, бабушка даже. То можно заниматься с детьми. Можно не бояться примерного произношения. У нас есть аудиодиск, на сети языка нам все проговаривают. В первом занятии каждого задания у нас проговаривается все с переводом. Давайте послушаем, как это выглядит. На аудио для занятия 10, где же ложка? Первое задание у нас идет языковой материал. Где же ложка? Where is the spoon? A spoon. Ложка. A fork. Вилка. A knife. Нож. Take. Возьми. A plate. Тарелка. A cup. Чашка. A teaspoon. Чайная ложка. Teddy bear. Мишка. Мишка Тедди. I see. Я вижу. Please. Пожалуйста. Where is the spoon? Где же ложка? То есть посмотрите, обязательно мы слушаем и вслух проговариваем, ориентируемся на эталонное британское произношение. Если дети примерно проявляют, не точно, никогда не настаивайте, даже если это грамматически или хометически неправильно. Иначе ребенок устанет, он будет акцентировать внимание на совсем непонятных ему вещах, непонятных ему моментах и вопросах. Как это произнести, как это делать. Со временем это все придет. Главное, округите ребенка правильной, грамотной речью. Грамматически и хометически правильной. Взрослые, даже если сами не уверены, обращайтесь всегда к этой записи. Грамматика, фонетика, там все есть. Вы можете послушать и точно так же заниматься с ребенком, совершенствовать свои знания языка. Но согласитесь, даже для взрослого достаточно скучно смотреть на картинку, что-то называть, слушать, называть, повторять вслух, как попугаи. Это не очень интересно. Как это можно сделать интересно для детей? Здесь есть прием использования жестов и мимики. Например, когда мы даем задание, это команда одни и те же. Например, лык. Мы берем подзорную трубу и смотрим. Очень внимательно настроили глазки. Лысый. Мы должны послушать. Поэтому детки, трутушки. Они у нас проснулись для того, чтобы с нами играть. Есть задание repeat. Нужно что-то повторить. Показываем вот такой карусель. Repeat. Постоянно что-то повторяем. В данном случае, какая сложность может быть? Детки стараются повторять какие-то движения. Но нужно повторять еще и звуки, слова. Поэтому обязательно сказать, что язычок с нами тоже должен играть. И ручки, ножки, язычок тоже с ними все повторяет. И слова, и движения. Каким образом еще можно здесь запоминать эти слова? По аналогии. Например, слово ия. Ухо. Я всегда говорю. Вспомните, какого героя из мультфильма вам известно? Самые-самые длинные уши. Разных называют. Ну, чаще всего вспоминают ослика ия. Я говорю немножко. Ой, так. Ия. Он об этом напоминает. И мы сможем вспомнить название уха по-английски. Да? Потому что ослик ия. Большие длинные уши. Также можно по ассоциации с начальным звуком в слове, в русском и в английском. У меня слово boots, ботинки. И также в речи и ветер, я говорю, выделяю первый звук. Left. Левый. Таким образом они поймут, что left, это никак не правая сторона. Knife. Ножик. Тоже первые звуки схожи. Таким образом можно запомнить. На практике с использованием современных технологий, можно это попробовать в наших мобильных приложениях. Они идут бесплатно к нашему пособию. Очень просто их найти. Можете зайти на сайт интернет-магазина издательства, раздел Mobile Apps. Еще проще это можно сделать в учебнике, в нашем мобильном мобильном мобильном, чтобы сканировать QR-код. Вы сразу переведете по ссылке на сайт, где можно их скачать. Очень просто здесь подаются разные темы. Вот я выбираю, например, Color, самое распространенное любимое для малышей. Во-первых, вы выбираете цвет, представляете материал, нажимаете, там все с анимацией красиво показывается, и вслух произносится слово, ребенок повторяет. Второе, это вот у меня скринчок по середине. Ребенок уже должен выбрать по звучанию, должен выбрать по звучанию, где, например, это слово Black, да, какой этот цвет. Нажал правильно, получил звездочку, молодец, переходим к следующему. И в конце, я бы сказала, что это не совсем подходит для 4-х леток, у нас есть графическое изображение слова, да, вот кто-то в чате спрашивал, есть ли работа с буквами и с алфавитом в этом возрасте. В 4-х летках нет. Но тоже можно вариант использовать этого задания, потому что если ребенок не знает графическое изображение слова, не знает букв, мы нажмем на это слово, и нам снова его произнесут, прочтут. И опять мы найдем это слово Black. Спасибо разработчикам. Очень хорошее предложение, многие взрослые даже в него играют. Вместе с детьми. Следующее, чему мы обучаем детей, это действовать с предметами и объектами, и изображением, сопровождая эту деятельность элементарными речевыми действиями на английском языке. То есть есть у нас рифмовка, мы меняем вид деятельности, детям нужно отдохнуть, мы должны подвигаться. И в группе индивидуально. Давайте послушаем, как нам произнес. Как он читает на аудио, по-коррехмовку. Повтори. То есть мы послушали, деткам это еще раз прочитали, и как с ними это выучить, чтобы им было это интересно. Мы применяем движения, которые по смыслу могут подходить. Если вы никак не можете придумать движения, которые по смыслу жестные будут напоминать значение этих слов или фраз, можно использовать любые ритмичные движения. Например, хлопки. Хлопать, топать, прыгать, маршировать, хороводы водить, все что угодно. У них бы это было ритмично. У детей работает моторика, у детей работает слуховая палочка. Так быстрее запоминается. И тем более это интересно. Я вам предлагаю посмотреть отрывок из видео урока. Как я занимаюсь с девочкой 5 лет. Мы только-только начали. Это наш первый год обучения. Это Ушакова Вероника Николаевна из Москвы. Наша звездочка. Мы с вами занимаемся восприменением технологии видеозвонков. Есть большое множество разных программ, которые мы можем использовать для обучения английскому языку дистанционно, онлайн. Нет еще пока опыта работы в группах. Пока только индивидуально. Могу вам показать. Если у вас такой опыт будет, с удовольствием послушаю, примуешь сообщение. Можете написать в редакцию. Вам это интересно. Девочкой мы занимаемся по Skype. Чем это хорошо? Пока книжка вышла недавно. У меня книжки еще нет. В программе Skype есть функция демонстрация своего экрана. То есть я сканеру страницу, есть у меня наглядный материал. Я его демонстрирую прямо со своего компьютера, своему ученику, который находится за много-много километрах. Это очень удобно. Давайте посмотрим, как девочка-грамильника выполняет со мной это любительное задание. Ну что ж, раз уж мы с тобой играем то тихо, то громко, давай вспомним нашу игру. Называется она повтори. Repeat. Повторяй за мной мою игру. Как у нас папа-медведь искал свою большую ложку? Давай сначала искать тихо. Раз мы с тобой говорим тихо для начала. Итак, задание. Repeat. Повторяй, пожалуйста. Where is my spoon? Where is the spoon? И с другой стороны. Where is my spoon? Little bear. Little bear. Little bear, little bear. Where is my spoon? Where is the spoon? Так. А теперь давай играть громко, да, чтобы слышать друг-дуго хорошо. Еще раз задание. Repeat. Повторяй за мной. Теперь громко. Where is my spoon? Where is the spoon? Where is my spoon? Where is the spoon? Little bear, little bear. Little bear, little bear. Where is my spoon? Вот таким образом мы тренируем на практике, двигаемся, играем с ребенком. Мы запоминаем рифмовку, мы тренируем английскую речь. Многие дети стесняются английской речи, боятся сделать ошибку, сказать что-то не так. В данном случае на индивидуальных занятиях у нас за кадром присутствует мама. Мама тоже с нами занимается, играет, прыгает, бегает, делает поделки, раскрашивает. Все ей очень нравится. Все это занимательно даже для взрослых. За компьютером, да, мы проводим действительно занятия для 4-х леток по нормам 15 минут. Но фактически это получается 20, это не так страшно. Начинаем первое занятие даже с 10 минут. Сможет у ребенка, который у него сидеть. Смотрим. В группе, конечно, посложнее. Как раз у нас 20 минут, из них 5 минут мы детей собираем, усаживаем, привлекаем внимание, здороваемся. Дальше уже идет 15 минут самого занятия. Ребенок не обязательно все время сидит за компьютером, даже когда я занимаюсь онлайн. Девочка может отойти подальше, взять игрушки, поиграть и вести со мной беседу на расстоянии. Скайп – это самая главная связь, связь на расстоянии с ребенком. Да, еще хочу сказать, что обязательно на таких занятиях присутствуют родители, либо старшие братья и сестры, для того, чтобы технически какие-то моменты решать. Открыть окно, включить аудио, включить видео, выключить, открыть картинку, пролистать дальше. Маленькие дети это пока делать не могут, мы им подсказываем, помогаем. В группе это делать тоже очень интересно. Можно детям просто объяснить игру, и они будут играть сами до бесконечности. Выберите ведущего по считалочке. Один ребенок будет показывать другим движение, вы подсказываете ему слова. Другие повторяют. И так по очереди. Это следующий ведущий. Все-все-все-все-все дети попробуют это практиковать. Как делать так, чтобы ребенок не боялся произношения, не боялся сделать ошибку? И вот смотрите, сразу начал говорить фразы. Мы можем делать так же, как с Вероникой, говорить медленно и быстро. Можем говорить громко, тихо. Обычно я начинаю с тихо. Говорим тихо. Потому что когда дети делают ошибки, они всегда тихо говорят. Когда уверенно, они говорят громко, они любят похвалиться своим результатом. Мы начинаем тихо все пропорять, чтобы избежать стеснения. Дальше громко, чтобы похвалиться, насколько мы знаем. Потом медленно, мы тренируем произношение, проговариваем каждое слово. А потом я говорю детям, что у нас очень-очень много дел, и мы спешим, и нам нужно много игр поиграть. Давай все это быстренько сейчас проговорим, протопаем, прохлопаем. Быстро-быстро-быстро успеем на другую игру. И тут дети начинают наперегонки, кто быстрее проговаривает эту рифмовку, прыгать, бегать и так далее. Помогите к лету. Подвигались, размялись. Можно и дальше посудить пересолок или почитать рассказ. К примеру. Также мы учим детей произносить усвоенные английские фразы и слова в соответствующих коммуникативных ситуациях. Самой простой ситуацией, ведь с самого первого урока это приветствую и прощание. У нас есть песенка, она тематическая, можно повторять ее на каждом занятии, как приветствие. Здесь у нас есть такие слова. По-английски всех приветствую, hello, прощаюсь, говорю друзьям goodbye. Если это повторять на каждом уроке, дети запомнят. Но мы запоминаем буквально с первого дня. Продолжение следует. Я вам хочу показать на видео, как выглядит у нас традиционное приветствие с нашей девочкой Вероникой. Все, слышно меня, хорошо? Да. Вы окей. Так, good evening, добрый вечер, Вероник. Hello. Hello. Очень рада тебя видеть. Glad to see you. А ты меня? Glad to see you. Как твои дела? How are you? How are you? Помнишь, Владушкин? How are you? How are you? И отвечали. I'm... Продолжай. I'm saying you. I'm fine, thank you. Дела у тебя хорошие. Обратите внимание, что это живой ребенок, это живой ученик, это не тот, который присутствует у нас в правилах учебников. Ребенок может делать ошибки, ребенок может что-то не до конца проговорить, не вспомнить, сказать по-русски, это нормально. Главное, чтобы взрослый, который занимается с ребенком, проговаривал фразу правильно, с правильным произношением, с грамматически правильно, например, с артиклем, мы все это произносим, даже если ребенок пока этого не может запомнить. Здесь самое главное, с ребенком заниматься, потому что я называю глаза в глаза. В группе, индивидуально, это не важно. Мы иногда делаем, чтобы запомнить такие фразы, приветствия, да, приветствия, можно поздороваться за ручку, а можно порадоваться, похлопать в ладоши. Мы, например, делаем, как твои дела? И похлопку на каждое слово. How are you? I'm fine, thank you. Даже на расстоянии можно порадовать в ладошки, детей это очень радует. Что касается правильной речи, правильного проговаривания. Есть такой момент, например, насчет артиклей, скажем. На практике именно с русскими детьми бывает, что даже я не всегда их использую, может быть, это грамматически, методически, наверное, но мы все-таки получаем от этого результат. Я объясню. Принято целиком. Принято целиком запоминать артикль плюс существительное. Например, a cat. Тогда дети, просто были случаи очень много, когда дети мне задавали вопрос, а действительно ли все слова в английском языке одинаково начинаются на одну букву, на один звук. A cat. A dog. Для них это сложно воспринимать. Потому что у нас в русском языке нет такого понятия артикль. Поэтому я этот артикль на практике стараюсь включать в конструкцию фразы. Например, I see a, it's a, this is a, I like a, либо вместо артикля неопределенного использую место имени. It's my cat. It's my cat. Это моя, это моя игрушка. This is my mother. Это моя мама. Поэтому не всегда мы с русскими детьми артикль проговариваем сначала. Это даже может делаться для того, чтобы с ребенком говорить на одном языке. Чтобы лучше понимать. Не настаивать на своем. В течение времени, по прошествии нескольких занятий, ребенок привыкнет и тоже будет говорить с артиклью. Еще можно использовать для потребления фраз и слов в нескольких коммуникативных ситуациях. Если вы используете на индивидуальных занятиях дистанционную технологию видеозвонков. Даже видеозвонки, кстати, включены во многих социальных сетях. Это можно использовать. И в каждой такой программе есть очень-очень разнообразный набор так называемых смайлов. Сейчас я вам покажу, как технически это выглядит. Как показать свой экран на видео. И какие смайлы можно использовать в разных коммуникативных ситуациях. Посмотрите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому я показываю на своем экране Могу сделать активный весь экран Могу сделать отдельное окно И показать только часть экрана Белочки, только та, которая ей нужна Допустим, не показывать свое окно в скайпе И отправляю смайлики Например, wave Значение hello, здравствуй Смайлик, большой палец Если я хочу похвалить, сказать It's good, it's ok Все хорошо, ты хорошо все это делаешь У тебя все правильно Можно похлопать в ладоши Смайликом, опять же Значение bravo У тебя получается очень хорошо Также можно этими смайликами Оценивать разные действия Беседовать на тему И ставить таким образом Смайликами оценки Кто-то в истории поступил плохо Показываем палец вниз Кто-то в истории поступил хорошо Показываем палец вверх Отправляем эти смайлики Их очень-очень-очень много Вы можете их подобрать Под свои коммуникативные ситуации Которые вам нужны К этому доносу Дальше Мы можем использовать Обучение для описывания Изображений с передачей Содержание объекта Описание цвета, количество, размера Например, здесь У нас есть четвертое задание Выполни задание Скажи Do and save Здесь задание на внимание Мы ищем разные принадлежности Например, пупушки, вилки Нажим, на стену идет посуда В общем, а Ребенок их нашел Все назвал Показал пальчиком Назвал по-русски Если помню, то по-русски Это очень хорошо Дальше мы можем построить фразу Работать с построением фразы Расскажи, ведь ты нашел это сами Ты можешь рассказать то, что ты видишь Напоминаю фразу I see Я вижу Чтобы избежать Цельного заучивания шаблонных фраз Мы должны слова эти разделять Потому что, допустим I see What she sees Дальше в школе они столкнутся с грамматикой С изменением этого слова Возможно, даже будут спорить с учителем Мне раньше говорили, что всегда будет I see Мы разделяем эти слова Они не целиком слепляются Можно строить домики из кубиков Очень интересно это детям в группе Самые доступные простые игрушки Это граним кубики Мы ставим их друг на друга Делаем большой домик И говорим ребенку, что на каждом этаже живет слово Живет твоя мысль На первом этаже живешь ты сам Называешь себя I Если нужно вспомнить Я говорю ребятам Ощипните себя за пальчиком Вольно? Ай-яй-яй I Это я по-английски Я щипнул себя Дальше наши возможности мы показываем C Ставим другой кубик Дальше, например, мы видим ложку И говорим о спун Ставим третий кубик Про другие объекты и предметы можно говорить Называть разные цели Вот если дети уже с этим познакомились по-английски Или по-английски И говорим детям, что чем выше домик Тем больше интереснее твой рассказ Ты сочиняешь свою сказку об этой игре Также можно с помощью подручных средств Например, всегда у детей карандаши должны быть под руками Да, много иного заданий С раскрашиванием связан Да, показать какой-то цвет Объяснить Раскрасить Обвести Подвести линию Обвести Выделить Цветом То есть, обращаю ваше внимание опять же Что с дошкольниками мы работаем только карандашами Ни фломастерами, ни красками, ни маркерами Ни ручками цветными А потому что карандаши твердые Мы работаем с постановкой руки Разбиваются суставы, пальчики детские Мы об этом тоже должны следить Несмотря на то, что мы обучаем английскому языку Мы можем делать из карандашей С подручных средств радугу На каждой полоске весовой радуги по одному слову I see И спу Пожалуйста У нас радуга Потом ребенок вспоминает пальчиками подвигать по этой радуге И вспоминает каждое слово Мы можем на бумаге нарисовать лесенку Или эту лесенку также сложить из кубиков Можно взять игрушку, прошагать по каждой лесенке Можно также пальчиками с ребенком пробежать И вспомнить каждое слово на каждом этаже Давайте посмотрим, как это выглядит на практике Индивидуально У меня это здесь на видео Итак, вот тебе и задание Where is my spoon? А где же спрятана моя ложка? Can you see? Ты видишь? За чайником За чайником Where is my fork? Can you see? Where is my fork? Волк Где наша fork? Волк Что же это такое? Подумай И где она? Волк В которую наливаем жидкость Да, какую-то Она капает Кап-кап-кап Откуда мы пьем? Из чашечки Кап Where is my cup? Can you see? Поищи 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 Где она? Where is it? Где? Скажи мне В отклану Да, в ракуне Да, кто-то, наверное, попил Она грязная Нужно ее теперь помыть And where is my knife? Най Ножик Can you see? Ты видишь? Где она? На столе Да, на столе На подставочке Рядом с чайником Так Where is my plate? Plate Тарелочка Где же она? Where is my plate? Can you see? А ты видишь? Yes Where is it? Где? Скажи Где она? На столе Здесь мы с Вероникой только начали изучение текстов Поэтому это нормально Она иногда спрашивает у мамы Мама Как это будет по-английски Иногда я ей напоминаю Хочу обратить ваше внимание Что для детей, особенно для маленьких Русский язык он ассоциируется со смыслом, со значением предмета или объекта Какого-то События Процесса Факта Поэтому очень часто мы дублируем Да, говорим и на русском и на английском Если видим, что ребенок не понимает И это нормально Потом ребенок будет понимать и включать в свою ручь английские слова постепенно Потом структуры, потом фразы, потом делается рассказ Самым именем Ему уже известные английские слова и фразы Русские известные слова и фразы На ему уже известные английские Далее Следующее видео вам покажет Каким образом, строя домик С Вероникой запоминали структуру фразы I see Девочке здесь пять лет, но это первый год Итак, давай с тобой поучимся искать разные предметы Ведь ты их видишь, и ты их увидела сама, да? Никто тебе не помогал Мы с тобой будем строить домик, в котором живет наша загадка Попробуем? Вот у меня есть кубики, из которых будем строить домик В первом кубике живешь ты сама И себя назовем I Вспомнили, да, как себя щипали Во втором кубике живет твоя возможность что-то видеть Да, твое умение И мы говорим C, когда что-то видим C Если ты увидела ложку, назови мне ее по-английски Она будет жить на следующем этаже Спунь Молодец, вот что получилось Вот в таком домике живет твоя мысль о том, что ты увидела ложку сама I see spoon I see spoon Там кухня Так, убираем ложку И ставим, например, сюда другой кубик Вилку Давай вспомним, как она называется Фок 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 А теперь попробуй мне сказать, что ты сама видишь вилку Фок 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 Умница, вилку убираем Фок 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 занятия они раскрашивают, придумывают свои рассказы о рисунке, и вам потом это преподносит. Может быть, вам сочинят даже какую-нибудь историю на русском языке, и каждый расскажет о своем рисунке. Здесь главное послушать очень внимательно, у каждого похвалить, задать вопросы, потому что вам очень интересно. Как это будет индивидуально, тем более дистанционно? Можно отсканировать или отфотографировать картинку с раскраской зачинника. Открыть ее в любом стандартном редакторе для вашей операционной системы, на персональном компьютере. Например, в Windows это Paint, стандартный графический редактор. Главное, я вам поясню, чтобы это задание получилось, есть один технический момент. Ту фотографию, которую вы загружаете на компьютер после сканирования и фотографирования, обязательно нужно сохранить в формате монохром, чтобы было изображение монохромное, только белое и черное, никаких оттенков серого. Тогда задание получится. Это можно сделать, его открыть в любой программе, которая просматривает изображение, нажать на меню «Файл», опция «Сохранить как» и выбрать «Монохромное изображение и сохранить». Получится только черное и белое. Посмотрите на видео, как это технически выглядит, как мы раскрашиваем рисунки на компьютере с помощью графического редактора. Корректор А.Кулакова Да, это видео было без звука. Здесь просто показывается, что, во-первых, файл с изображением нужно открыть в папке, найти его у вас на компьютере, куда вы его загрузили, нажать правой клавишей мыши, выбрать «Открыть с помощью», выбрать в меню любой стандартный редактор, например, «Faint», открыть в этой программе, выбирать краски, выбирать кисти, заливку, карандаши, все, чем любят красовать дети, могут они попробовать это делать на компьютере, выбрать цвет, начинать кликать по областям, в какой бы стыкнут, такой цвет она и окрасится целиком. В группах, если у вас есть возможность, например, в детском саду есть компьютер, детям можно буквально минут пять на нем позаниматься, поставить детей в очередь, и кто-то по одному элементу будет раскрашивать. Подошел, кликнул, ребенку показали, он кликнул, раскрасил и сказал, например, «My cup is yellow», а вот моя чашечка желтая, а другой подошел, сказал мне, «А вот у меня она будет», и перекрасил ее, «My cup is yellow», а у меня будет красная чашечка, к примеру. Если занятие индивидуальное, здесь все проще, да, можно ребенку посадить за компьютер, он в какой-то определенный, конечно, принадлежит к времени, чтобы не портить ни глаза, ни осанку, ни зрение, ни осанку, чтобы это не было вредным, буквально минут пять тоже сам посидит, позанимается, раскрасит все, расскажет вам, что это называется, какого цвета, какого размера, можно по-английски, нужно по-русски, может рассказать, что мы можем делать с этим предметом, для чего он нужен и так далее. Дальше, чему мы еще детей учим? Это кратко рассказывать содержание сюжетного рисунка с использованием элементарных языковых конструкций. И я это объединю в один сюжет, также излагать последовательность событий анимационного фрагмента или серии сюжетных рисунков, следуя логической линии с использованием элементарных фраз в настоящее время. То есть мы с детками можем комикс, у нас есть задание комикс, увлекаем лисы, посмотри и послушай. Можно кратко пересказать, о чем это был рассказ, дети это делают по-русски, это один из элементов развития ручи, не всегда детям удается самим это сделать, взрослые всегда помогают, поддерживают, подсказывают, одобряют участие. Дальше мы пересказываем, рассказываем, озвучиваем картинки. Мы говорим, что на каждой картинке обязательно что-нибудь происходит. И наши герои что-то обязательно говорят. Например, взрослый человек может описать ситуацию, что там происходит. Пошечка Китти пришла к собачке Чарли и увидела, что она здесь с языком. Что она может сказать в этом случае? Ребенок подсказывает фразу по-русски, по-английски абсолютно не важно. Если в группе это очень просто, детей усадить за книжки и вместе с ними прочитать. Либо страницу зафиксировать на доске, чтобы всем было видно, чтобы все дети покусировались на одной области. Сначала читает взрослый. Если вы не уверены в своем произношении, опять же, вернитесь к первому заданию, послушайте фразы на диске. Вы также можете совершенствовать свой язык вместе с детьми. Дальше. Прочитали. Дальше попробуйте, чтобы дети сами, ну как это говорят, разыграть диалог по ролям. Детям это непонятно. Мы делаем театр, кукольный театр. Очень интересно это выглядит в группах. Мы закрываем шторы, выключаем свет, включаем лампочку над тем местом, над тем столом, где будет у нас кукольный театр. Ставим стульчики в рядок, все садятся на первый ряд, как в театре, и смотрят. Как мы это делаем? Это очень просто и удобно для преподавателя. Подготовка достаточно быстрая. У нас в конце каждой части учебника есть вот такие герои. Мы их раскрашиваем, вырезаем. Можно их приделать на палочки, если у вас есть. Можно на карандаши, что всегда под рукой. И за той же самой книжкой, которая у нас играет роль ширмы. Мы показываем по очереди наших героев. Они пришли, что-то сказали, что-то ответили, как-то поиграли. Можно попробовать сначала, чтобы взрослый это все озвучивал, потом дети с удовольствием говорят за наших героев. Если не получается разыграть это по ролям, дети очень часто стесняются подходить, играть с другими, особенно на первых занятиях. Но можно попробовать прием озвучания. Есть у нас технология дубляж. О ней я вам сегодня расскажу. Давайте посмотрим видео, как мы с девочкой Вероникой первый раз читали этот комикс на английском языке. Еще раз. Подзорную трубу берем, смотрим внимательно. Look. Listen. Слушаем. Слушаем. Listen. Listen. Я тебе прочитаю историю про вот таких дружных ребят. Кошечку Китти и щенка Чарли. И эта сказка в картинках называется комикс. На этих картинках герои обязательно что-нибудь говорят. Вот я тебе и прочитаю. Наша кошечка Китти увидела, как Чарли ест языком с тарелки. Это очень невоспитанно. Поэтому Китти говорит ему. Take a spoon. Возьми ложку. Чарли, конечно же, отказывается. Ему так кушать неудобно. Он говорит. No, no, no. Кошечка Китти ему повторяет. Take a spoon. Please. Пожалуйста. Ну, хорошо соглашается наш щенок Чарли. И все-таки попытался есть ложкой. Видишь как? Он не берет кашу. Он все равно ее лижет языком. Но в ней ничего нет. Как же он поест? Он все-таки начинает есть языком с тарелки. Так, как он привык. И кошечка Китти очень расстроилась и сказала. No, no, no. Stop. Остановись. Вот такая история. Скажи мне, пожалуйста, как же все-таки воспитанные ребята едят? Языком с тарелки или с помощью чего-нибудь? Как ты думаешь? Ложкой. Ложкой или вилкой, например. Ложкой или вилкой. И никак не языком с тарелкой. Или ножиком. Даже можно, если уж да, ты совсем воспитанная и ты умеешь пользоваться ножиком. Аккуратно. То можно и ножиком. Очень хорошо. Итак, давай попробуем с тобой вместе прочитать этот рассказ. Я тебе буду подсказывать. Давай попробуем. Ты у меня сегодня будешь как учитель. Попробуй уж прочитать мне целый рассказ по-английски. Итак, во-первых, дай мне, пожалуйста, команду, чтобы я тебя послушала и посмотрела. Давай, даем команду look. Говори мне команду look. Look. А теперь, чтобы я послушала. Listen. Look. Вот так. А теперь смотри на первую картинку и давай попробуем прочитать, рассказать. Чем здесь недовольна кошечка Китти? Что она хочет? Она хочет, чтобы Чарли взял ложку. Да? Бери ложку, протягивай и говори. Ты-ка спу. Ты-ка спу. Собачка наша, Чарли, отказывается. Что она скажет по-английски, когда отказывается? No. No, no, no. Китти решила попросить еще раз вежливо. Возьми take a spoon. Take a spoon. И добавляет слово пожалуйста. Оно очень вежливо. Ты его запомнила? Пожалуйста. Please. 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 Чарли соглашается? Он в этот раз взял ложку, да? Угу. Да. Как мы соглашаемся по-английски? Говорим. Yes. Yes. А потом он все-таки решил делать так, как делают невоспитанные щенки. Кошечка Чарли его останавливает и говорит остановись. Как это будет слово по-английски? Да. Здесь обратите внимание, что очень важные... А на этом я очень похоже. Оценочные слова очень важны здесь для ребенка. Ведь из каждого рассказа, из каждого занятия мы должны делать выводы. И не только на английском языке. То есть используем слова. Вежливое слово. Please. Собака воспитанная, невоспитанная. Да. Воспитанные едят ложкой. Это хорошо. Невоспитанные дети могут есть руками. Это плохо. Это мы все обязательно проговариваем. То есть ребенок попробовал сам озвучить и вспомнить, что можно сказать в этих ситуациях. Это после первого занятия. Это у нас было на первом занятии по этой теме. Вот такие результаты у нас получили с девочкой. Опять же, это нормально, это живой ребенок. Она может обаловаться, поиграть. Ни в коем случае она не будет сидеть ровно за партой за столом. Это нормально. Есть еще технология дубляж. Очень интересный для занятий в группах. Можно это использовать и показывать потом свой отснятый фильм по этому комиксу. Родителям родители очень любят смотреть на результат обучения детей. Можно это делать дома, если вы мама, папа или бабушка, дедушка занимаетесь со своими любимыми малышами. И потом вечером можно всей семье представить результат, отснятый фильм. Что у нас получилось со звучанием. Как это сделать технически? На любой операционной системе есть стандартные видеоредакторы. Можно использовать аудиоредакторы, звуковые. Это в меню Пуск всегда смотрится стандартный программ, список. Если это аудио, называется стандартная звуковая запись, запись звука. Все просто. Открываете окно, нажимаете на красный кружок, запись идет. Есть, например, Movie Maker. Это стандартный видеоредактор для системы Windows. Может быть, другие. Посмотрите на своем ПК. Что у вас есть. Давайте посмотрим, как это технически выводит на видео. Я вам все подробно показала в видео, ребята. Я вам все подробно показала в видео. То есть, смотрите, мы можем открыть сканированное изображение рассказа или комикса в данном редакторе, выбрать функцию запись звука, начать запись ребенка озвучивать, можно разными голосами, по ролям, вместе с кем-то, с папой, с мамой, с бабушкой, с другими детьми в классе, это сделать с учителем, с репетитором, с педагогом, с кем угодно. Очень интересно детям, если у вас есть возможность техническая, подключить микрофон, ребенок берет микрофон, и как диктор сам все-все произносит, громко, четко, медленно, мы репетируем, если не удается, можно удалить, заново начать запись. Детей это очень-очень увлекает. Если это в группе, то можно распределить ролик, кто-то говорит, например, за собачку, кто-то за кошку, и они по очереди подходят к микрофону и озвучивают свою картинку. Обратите внимание, что на это требуется подготовка техническая и достаточно времени занятий, поэтому планируйте время. Занятия с малышами начинаем даже от 10 минут, по нормам это 15, практически получается около 20 минут, поэтому планируйте время. Далее, научим детей выражать свое отношение к объектам и явлениям окружающего мира, событиям, поступкам своим и других детей, взрослых, с помощью элементарных структур. Это просто, я об этом уже говорила, мы говорим, it's good, it's bad, it's dirty, it's clean, к примеру. Все, что угодно. Вот у нас пример материала. Это задание комикса для Аджелы, там, да и с ним. Здесь у нас кошечка Китти и собачка Чарли дают посуду. Рассказ о том, что кошечка случайно вырвала чашечку, собака ей помогла поднять, подавая, да, кошечка поблагодарила, сказала Санки. В конце мы видим, что собачка Чарли помогла кошечке перемыть всю посуду, вытереть все чашечки, тарелочки. Мы оцениваем ее поведение, говорим, ну, так, хорошая собака, она поступила хорошо, эта собачка. Таким образом делаем вывод, что дети тоже должны помогать друг другу и должны помогать родителям. Наподобие задания Don't Say, мы видим, что дети, кто-то успел умыться, кто-то нет, готовы ли они к завтраку. И дети видят, кто-то готов, кто-то нет. Здесь можно сказать по-русски, да, почему дети не готовы к завтраку, кто-то не умеется, не почистил зубы, еще не расчесал волосы. Можно сказать по-английски, дать команду. Clean your teeth, Sandra. Wash your face. Wash your hands, Александр. У нас есть их старшая сестра, Памела. Ну, скажем, brush your hair. Расчешись, пожалуйста. Дети также учатся сообщать личную информацию о себе, своей семье, подпочтения по умению в форме простых фраз. Видела я в обсуждении, в чате у нас идет, как преподавательские мнения, да, там, he, she. С маленькими детьми, мы даже если говорим об этом, то очень редко, у них такой возраст, маленьких эгоистов я это называю, у них все концентрируется вокруг них, да, все внимание на них. Я люблю, это мое, это моя мама, это мой папа, мне это нравится, это вещь моя. Поэтому и фразы такие, like I am, it's my, this is, I like, I can. Из самого первого занятия это разбирается. Например, мальчик Александр рисует себя и говорит, it's me, вот это уже я. И представляется поле для рисунка ребенка, где он рисует и не дает уже себя, it's me, а это я. Также мы можем это использовать с помощью приема беседы, например, послушать рассказ. У нас есть задание «Послушай, расскажи, выясним, tell». Мы слушаем рассказ, потом его обсуждаем и задаем личные вопросы ребенку, например, как бы он приступил в этой ситуации. Давайте посмотрим, какой пример рассказа приводится на аудио. Послушай и расскажи. Listen and tell. Дети уже готовы начать завтрак, но тут оказывается, что у Александра нет его любимой ложки с изображением маленького медвежонка Teddy Bear. Куда же она подевалась? Все начали ее искать. Может быть, она под столом? Может быть, она под стулом? Может быть, она у мамы в руках? Кажется, все везде уже посмотрели, а ложки нет. Но тут Сандра заметила. Оказывается, ложка лежит под салфеткой. Сандра радостно закричала. Spoon! Ложка! Наверное, Александр нечаянно положил салфетку на ложку, когда пытался дотянуться до поджаренного хлеба. Никогда не нужно тянуть руки через стол. Лучше попросить старших достать вам то, что вы хотите. В данном рассказе мы обсуждаем, как вести себя за столом. У детей можно спросить, как они себя ведут за столом, если им что-то нужно. Попросить что-то передать. Что они используют ложку, вилку. Что старшие могут использовать, например, ножик. Не все дети могут им пользоваться, потому что он опасный. Мы спросим, для чего он нужен. Если нужно что-то порезать, мы не попросим маму и папу, они порезут вам кусочки вашей еды. То есть дети говорят то, что им нравится. Они могут здесь вспомнить название разных блюд и продуктов, которые они изучают. Называют по-русски, по-английски. Рассказать все про себя. Может быть, у них была какая-нибудь интересная история, как-то за праздничным столом что-то обсуждали. Они все вам это рассказывают. Будьте уверены. Главное спросить. Главное выразить свой интерес к миру ребенка, к его интересам. Есть у меня пример на видео, как мы с девочкой Вероникой ведем беседу после рассказа. Рассказ там другой. Рассказ был о том, как Сандра и Александр уже со стола после завтрака убрали ему на посуду. И Сандра изначально выронила чашечку. Вот как мы беседуем на видео об этом с Вероникой. Девочка, ты правильно сказала, она чашку выронила. Что же она вскрыгнула? Стой. Что она крыла? Если она выронила чашечку. Близко. 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 Да. Оу, ноу. Майка. Да, она удивилась очень. Да, это было нечаянно, не специально. И наша чашка как разлилась на много кусочков. Вот такой тебе вопрос. Наша девочка Сандра стала ли собирать? А можно укалите? Можно укалите? Вот, если самая маленькая, и ты ее не увидишь. Абсолютно верно. Это очень опасно. Поэтому скажи мне, можно ли детям самим собирать разбитую посуду? Нет. Нет. А что нужно сделать, если ты нечаянно что-то разбила? Извините. Да. Ни в коем случае нельзя трогать осколки. Да. И позвать взрослых, папу или маму, чтобы кто-нибудь собрал. Мне было 4 года, я сказала, извини, мам. Да, ничего страшного. А писать нужно извиниться, потому что это нечаянно, да? По-английски, кстати, мы как будем говорить? А когда мне было 4 года, я много разбила. Одну часку опять, вторую часку вот. Ну это было же нечаянно, да? Давай с тобой вспомним, как мы извиняемся по-английски. Мы скажем, sorry. Sorry. Да, скажем, мам, I'm sorry. Мам, извини меня, я нечаянно. Итак, у нас с тобой следующее задание. Look, do and sing. То есть здесь вы увидели, да, и какая эмоциональная отдача. И примеры из жизни ребенка, что девочка тоже когда-то, когда была маленькая, разбила очень много чашек, да? Назвала их всех. Кап, мы вспомнили дополнительно вежливую правду. I'm sorry. Вот хочу сказать, что не сразу я обгадалась, о чем она хочет сказать. Я вела к тому, что правила, правила поведения, правила безопасности, что нельзя собирать осколки. Но девочка тоже знает и говорит уверенно, нет, их нельзя собирать. Маленькими нужно уколоться, да, маленькими осколками. Вот она мне напомнила, что если что-то испортит, что-то разбил, нужно извиниться обязательно. Вот, пожалуйста, ребенок меня тоже это научил, напомнил такую ситуацию. Как мы можем сделать продолжение этой беседы? Такое можно использовать в редких случаях в группе, я считаю, что это неудобно. Но на индивидуальных занятиях это очень полезно, особенно занятия дома. Мы можем сказать ребенку так, а давай поговорим с Андре и Александре в Великобритании, в городе, где они живут, и с ними поговорим по-английски. Может быть, они расскажут тебе продолжение, может быть, они расскажут, какие у них дома чашечки, какой вкусный чай они пьют. Придумайте любую тему на продолжение. Можно ее озвучить с помощью новой технологии, использования сайтов онлайн-переводчиков. Современный сайт онлайн-переводчиков, их очень-очень-очень много. Самый распространенный Google Translate. Есть, будут у меня ссылки в конце презентации, но и не несколько других. Чем хорошо, что можно перевести слово или фразу с русского на английский и наоборот. И самое главное, вам диктор сайта может прочитать, озвучить слово или фразу. Также есть очень удобная функция во многих, набор текста голосом. То есть мы подключаем микрофон, ребенок и взрослый говорит, у нас набирается текст в специальном окошке. Посмотрите, как это выглядит на видео. Я вам записала инструкцию. Продолжение следует... Здесь отмечу, что ребенку не обязательно видеть, как вы это делаете. Ребенку здесь важно включить свое воображение. Можно сказать, что да, мы сейчас позвоним этим ребятам, побеседуем обо всем, о чем ты хочешь. Вводим фразу, которую якобы нам отвечает Сандра и Александра, озвучивая. Да, послушай, мы дозвонились, она тебе отвечает. Слышишь, что она говорит по-английски? Она по-русски не понимает. Нашими, нашими словами она не понимает. Давай скажем по-другому. Допустим, ей сказали, здравствуй, привет, Сандра. Она нас не понимает, ты слышишь, что она не отвечает? Мы скажем, hello, Сандра. С ней поздоровались. Ребенок настроился уже на английский язык, на другую речь, на другие слова. То есть, если ребенок хочет что-то сказать или спросить, и говорит, допустим, мама, я не знаю этих слов, да, других слов, как это сказать по-другому, пожалуйста, мы используем функцию набора текста голоса. Включаем микрофон, ребенок говорит, что он хочет. Можно подредактировать, если что-то не так. Нажать, перевести и озвучить. Ребенок услышит это, повторит, и сам может спросить у своих персонажей о чем-то или о чем-то им рассказать. Так работает технология сайта онлайн-переводчиков. Далее, в конце года по итогам обучения мы делаем сценку. В каждом пособии на 4, 5 и 6 лет есть по одной из сценировок. Например, у нас здесь «Bo-Boy» – это колобок на английский манер. Так же, как и в рифмовках с движением, так же, как и в комиксе с сюжетами, так же, как и с рассказами, мы используем здесь и обсуждение, и движение, и подготовка. В каждом пособии есть маски тех героев, которые участвуют. Мы их можем наклеить на картон и выразить. Если хотите, пожалуйста, сделайте свои подобные. Ребенок нарисует, раскрасит, ему будет интересно сделать что-то свое. Вспомним всех животных, как они называются, как они говорят, как они двигаются, что они умеют делать, что они едят. Фразы сюжетные, по коммуникативным ситуациям мы вспоминаем, по сюжетам и сказкам, так же, как и по комиксам. Описываем, сначала читает взрослый, потом повторяет ребенок. Можно сделать и кукольный театр из карточек, можно разыграть пароля, можно озвучить, а потом уже попробовать это на сцене. Дома, в группе, где угодно. Если вы занимаетесь этим индивидуально, у меня был такой опыт, я это делала с семьей. Мы занимались как аппетит, родной девочкой, и мы привлекали ее маму, папу, бабушку, дедушку и даже кота с собакой. У нас все участвовали, всем было весело. Мы использовали традиционные песни для приветствия, которые у нас были в самом начале учебника, делали свое озвучание. Папа нам находил очень много новых звуков в интернете, много новых мелодий, которые здесь могли быть. То есть это как результат того, что ребенок смог изучить. Дети всегда очень положительно реагируют, им нравится. Попробуйте. Мне интересно, как получится у вас. В заключении хотелось бы сказать, что самое главное, что мы сделали, несмотря на то, что были у нас задачи обучить каким-то словам, фразам, структурам, элементам аудирования, говорениям, поиграть с детьми, определенные игровые технологии использовать. Самое главное, то, что должны делать те взрослые, которые занимаются с детьми, либо это родители, либо педагоги, либо это фокусировать внимание на интересе, а не на то, что задание обязательно выполнят. Не хочет ребенок, не может, пропустили, идите дальше. Но мы обязательно внимательно слушаем высказывания каждого ребенка. Если это большая группа, как 20 человек, да, в детском саду, то все равно в саду. Обязательно послушайте каждого детям, это очень важно. Важно не того, что они запомнят на английское слово, им нужно выговориться. Дальше. Терпеливые отношения достаточно затраты времени на ребенка. Вот он сказал. Время уделяйте. Также, безусловно, одобрение детской познавательной активностью, а не результатов обучения. Ты активный, ты с нами играешь, да какой-то молодец, приходи к нам поиграть еще раз. Вовлечение в общение всех участников группы. Если у меня за кадром по скайпу сидим, занимается девочка с мамой, я привлекаю еще и маму. А не для того, чтобы ей было скучно, у меня вот одна сторона сидит перед неживым беднужным компьютером, да, и сама что-то делает. Нет, у нас будут извлекаться все, кто есть вокруг. Далее. Опора на звучащую речь, наглядность, мудику, движение, ритм. Мы это все обсудили, да. Мы увидели сегодня, как это реализуется. Побуждение интереса к материалу занятия. Мы должны обсуждать те темы, которые ребенку интересны. Особенно индивидуальных занятий. В группе, да, кому-то интересно, кому-то нет, кто-то будет более активен, кто-то менее. В индивидуальных занятиях неинтересно, ребенку про достопримечательности. Не помнит он, какие известные места есть в его городе, в его стране. Но пропустите эту тему, это не страшно. Вернитесь к ним позже. Использование артистичности, мимики, жесты, реквизита, незапоминание слов, ничего угодно. Применение возможностей директивных технологий. Мы сегодня рассмотрели это бесплатные видеозвонки, демонстрация экрана. Мы использовали аудио, видео и графические редакторы, стандартные. Ничего покупать не надо, они бесплатные. Для практически всех операционных систем на ПК и на мобильных устройствах, гальштов. Технология – это использование онлайн-перелочек со звучанием и с набором текста голоса. Нужно делать разнообразные познавательные стили, разные действия, разные задания, разные по типу, по теме, по содержанию. Если что-то у ребенка не получается, ни в коем случае его не винить в этом. Вы должны искать причину в характере задания. Чтобы ребенок не расстраивался, можно сказать, да какое очень сложное задание. Давай мы его оставим. Мы сделаем интересное и хорошее задание. Интересную, хорошую игру. С тобой сейчас придумаем. Хорошую, интересную историю большую. С тобой расскажем и почитаем. Нужно поощрять ребенка прежде всего за участие в занятиях. Если это детский сад, группа, центр. Главное, здравствуй, хорошо, что ты к нам пришел. Давай играть в английский. Ребенок уже пришел на занятие. Это большого стоит. Значит, ребенку интересно, он хочет продолжать занятие. В конце я вам дам ссылочки на онлайн-ресурсы. И это программа для видеозвонков. Самая распространенная. Вы можете найти еще их очень-очень много. Есть онлайн-переводчики. Несколько именно с функцией проговаривания слов в слух. Есть еще очень полезная статья Радислава Петровича Нидорова, где подробно говорится о федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Почитайте, если вам интересно. Про новый стандарт все там сказано с примерами. Также ссылками в интернет-магазине Нидарис. И титул в разделе для дошкольников. Поделите все наши пособия. Вы можете их посмотреть. Можете посмотреть также брошюру по дошкольникам с примерами, взятым из этих пособий. Если у вас есть вопросы, то я вам с удовольствием на них отвечу. Да, я очень рада, что вы узнали сегодня очень много интересного. На самом деле из практики за все эти пять лет, когда мы изучали и применяли именно эту методику и эту программу. Гораздо больше примеров у меня есть из практики, поэтому мы дальше тут семинары по пятилеткам и по шестилеткам. То есть второй и третий лет обучения по этой программе. Буду рада побеседовать с вами снова. Если нет больше у меня вопросов, тогда до новых встреч и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!